Они разводят лекарства людям, проходящим амбулаторное лечение и помогают врачам ездить по вызовам. В Ульяновской области сейчас работает 160 автоволонтёров. Но этого мало. Реальная потребность каждой поликлиники в свободных руках в два раза больше. Например, во второй городской поликлинике у каждого врача ежедневно насчитывается по 50 вызовов. Есть и отдалённые адреса, куда пешком дойти сложно. Помогают добровольцы. На данный момент все врачи очень сильно загружены. Вызовов поступает огромное количество. Бывает около 280 вызовов в сутки. То есть около 300, так скажем. Поэтому данная помощь, которую они нам оказывают по обслуживанию на дому, очень нас спасает. Только за эти три недели активисты сделали каждой больше сотни выездов. С попутчиками в белых халатах они уже сдружились. С последнего адреса мы выехали ровно в 20.00. И врачи ещё, я-то освобождаюсь, а врачи после того, как я их привожу сюда в поликлинику, они ещё обрабатывают все документы, пройденные по этим адресам. Тратить своё свободное время и помогать волонтёры готовы и дальше. Единственная проблема – не всегда хватает собственных средств на бензин. Ведь приходится наматывать сотни километров. Обеспечить топливом обещали помочь в правительстве. На 150 тысяч карточки, заправки, так нефти для такого благородного дела, которое они делали. 20 карт с балансом в 7,5 тысяч рублей каждая уже приготовили специально для автоволонтёров руководства аэропорта. Это небольшой вклад в то, что делают ульяновцы абсолютно безвозмездно. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поблагодарил участников движения лично. Конечно, ваша помощь, она очень важна. И мы все глубоко ценим. Мы понимаем, что занимаются этим делом. Мы будем высоко сознательны. Присоединиться к добровольцам может любой желающий.